Привет студентам! Всем, кто в смартфон заглядывает чаще, чем учебник. И только потому, что ищет дополнительную информацию. Ну да, ну да. В эфире Альма Матер и мы, Андрей Туренский и Лена Хроменкова. Вот что в ближайшие 15 минут мы расскажем. Школа в 3D формате. Виртуальная экскурсия руками могилевских школьников. Далев Альма Матер. Практическая лаборатория для будущих инженеров-электриков. Бесценный опыт и реальные перспективы. Кого не взяли в КВН? Наши корреспонденты провели новый юморной эксперимент. Результаты через несколько минут. Весна. Что-то невидимое влетает в воздухе и делает нас счастливыми. И это чувство для вас. Не обязательно. Это может быть и бесплатный Wi-Fi. Какой ты неромантичный. Скоро потеплеет, и все забудут про интернет, и будут чаще гулять на улице. Ага. И дорогу в университет тоже забудут. А мы на что? Мы будем держать вас в курсе. Вашему вниманию дальше студенческих и школьных событий. Заглянуть в школу через компьютер. Теперь это возможно. Виртуальный тур по своему учебному учреждению разработали ученики Могилевской школы номер 34. Идея перенести свою школу в 3D-формат к пятикласснику Илье Тупальскому и восьмикласснику Диме Вареникову пришла, когда увидели в интернете виртуальную экскурсию по иностранным городам. Разработать тур помогла руководитель фотокружка. Над проектом работали около года. Учились, ходили в школу, занимались, что-то пытались делать, приходили к друг другу в гости. Там разрабатывали разные идеи, что можно снять. И теперь на сайте учебного учреждения по клику мышки можно путешествовать по школьному двору, коридором заглядывать в кабинеты. Школьники говорят, чтобы создать 3D-экскурсию, совсем не обязательно быть профессиональным фотографом или программистом. Достаточно иметь хорошую камеру, штатив, компьютер и, конечно же, много терпения. Еще бы, только на одну панораму, а их школьники сделали 3, понадобится около 40 снимков. Фотографии сшивают в специальной программе в единую картинку. Школьники даже разработали свою инструкцию по созданию электронных экскурсий. На очереди виртуальный тур по школьному музею Великой Отечественной войны. Было бы неплохо сделать такие виртуальные экскурсии не только по школам, а и по университетам, по колледжам. Потому что перед каждым учеником, когда он учится уже в старшей школе, в последних классах, в 9, 10, 11, перед ним встает такой вопрос, куда ему поступать после учебы. В регионе это первая виртуальная экскурсия по школе. И опытом ребят уже заинтересовались в других учебных учреждениях. Они представляли свою работу в Бобруйске на областном семинаре, где делились опытом работы с учителями истории. Сейчас они готовятся выступить уже на областном этапе конкурса учебно-исследовательских работ. И их работа также отправлена на международную конференцию в город Брянск, где они ее представят в начале апреля. Лидерами становятся не все, но добиться успеха может каждый, даже в юном возрасте. Секрет в инициативе и трудолюбии сошлись во мнении участники зимней школы-семинара «Лидер» в МГУ Кулешова. Участниками диалога стали студенты, педагоги и представители власти. Работать, работать, работать. И всегда человек будет заметен. Просто сегодня одними рассуждениями, или у меня два-три диплома, или две-три специальности, оно ничего не дает. Сегодня любой, кто принимает на работу, или когда приходит наниматель, он берет, ему нужен профессионал, специалист. Студент Александр Бельский уверен, лидерами рождаются. Инициативными людьми рождаются, то есть это такая какая-то тяга к тому, чтобы проявить эту инициативу. Но вместе с этим сейчас проводится ряд мероприятий, где можно просто прийти посмотреть, заразиться вот этой атмосферой и, соответственно, это все развить. На конкурсе «Студенческая инициатива» участники семинара презентовали свои проекты. Александр Марко, например, предложил кодировать информацию о туристических объектах, чтобы каждый мог прочитать ее на своем телефоне. Этот проект предполагает размещение на достопримечательности социально-культурных объектах города Могилева специальных QR-кодов, которые будут содержать ссылку на интернет-страницу проекта. Там будет размещена информация об этом объекте, год постройки, стиль архитектуры, ну и кратко-туристичная информация. Участие в семинаре приняли и студенты Барановического госуниверситета. Как из студента сделать хорошего специалиста? Учиться, учиться и еще раз учиться. Это все знают. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Но что такое знание без практики? Белорусско-российский университет все чаще открывает филиалы своих кафедр. Вот и очередной начал работу на базе Могилевского технопарка. Будущие инженеры-электрики вам будет интересно. События долгожданные, поэтому ему придали торжественности и праздничности. Для БРУ это уже седьмой успешный опыт открытия филиала кафедр. Под счастливым числом оказалась кафедра электропривод и автоматизация промышленных установок. Я думаю, что это будут самые успешные, самые лучшие наши студенты, которые будут с успехом трудиться на благо вашего предприятия. Я надеюсь. Этот филиал позволит готовить инженеров-электриков с самой высокой квалификацией. Главное, чтобы у студента было желание. Тогда и первое рабочее место, возможно, само найдет одного из этих ребят. Сказали своего рода кузнеца кадров. Мы, конечно же, всех взять не можем. У нас нет столько на сегодняшний день работ. Но человека четыре мы в этом году возьмем. Будущие профессионалы быстро освоились на новом месте. Для этого Могилевская компания «Стрим» отремонтировала помещение и оснастила его современным оборудованием. После открытия филиала решено было сразу же приступить к делу. Какова же тема сегодняшнего лабораторного занятия? Сегодня мы изучаем аналог цифровых преобразователей, микроконтроллеров и стенд 32. БРУ делает ставку именно на практические навыки студентов. Без этого сегодня никуда. Это, естественно, требование современного дня. То есть студенты должны очень качественно знать данную область техники и должны иметь практические навыки. Только так можно подготовить специалиста высокой квалификации. А они сегодня ой как нужны, особенно в области электропривода. К сожалению, на сегодняшний день мы не можем найти на рынке специалистов в области электропривода. Их нету просто. Вот того уровня квалификации просто нету. Поэтому такая необходимость, она назрела давно. И мы ее закрепили в создании филиала. В компании «Стрим» уже работают выпускники кафедры. Повезет и кому-то из этих ребят. Ребята вообще способны? Да. Большинство. Толк с них будет? Я надеюсь. Возможность работы с передовыми технологиями очень важна. Ну и здесь нам дают такую возможность освоить эти технологии, испытать их сразу и стать квалифицированными специалистами в области. Интересно, а насколько трудно учиться на специальности автоматизированные электроприводы? Сейчас мы как раз таки узнаем. Скажи, тяжело ли учиться? Ну, у нас учиться достаточно тяжело, так как даже некоторые не могут выговорить вообще автоматизированные электроприводы. Ну, я на четвертом курсе, на втором курсе, например, у нас отчислено было около семи или восьми человек. Филиал для студентов – практическая лаборатория, где можно совершенствовать свои навыки. А для потенциального нанимателя – это своего рода кузница кадров. Да еще каких! А сейчас время задать контрольный вопрос от Альва Матер. Немного эрудиции плюс сообразительность, и вы легко на него ответите. Смекалку студентов проверил Миша Коробинский. Альва Матер продолжает испытывать на прочность смекалку студентов. На этот раз мы решили выяснить, какое слово самое популярное в мире. В Германии и Франции этот знак обозначает ноль. В Японии – деньги. Но чаще всего этот знак обозначает, что у тебя все хорошо. То есть, окей. Как вы считаете, какое самое популярное слово в мире? Еда. Родственники, свои мама, папа – это самое популярное слово. Ты хочешь? Хорошо. А еще какие варианты есть? Усминяются существа. Мама? Мама – это хорошее слово, но не самое популярное. Какое самое популярное слово в мире? Ок. Окей. 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 Это именно международное слово. Но почему же мы его так часто используем, когда у нас есть свои русские? Лады, добро, чудно. В следующий раз Альма Матер задаст вам очередной вопрос. Будьте сообразительны. Лады. Добро, Миша. Осталось придумать свою альтернативу знаку «Окей». Чем не знак? Эх, согласна. Тем временем Альма Матер провела новый эксперимент. На этот раз мы подошли к вопросу с юмора. Ведь 1 апреля на носу. Если что-то жуете или пьете, советую проглотить. А то поперхнетесь. Всем мы знаем, что студенты – народ беззаботный. Они любят веселье, смешные паблики и розыгрыши. Поэтому в преддверии дня смеха мы решили сделать тематический эксперимент. Интересно, охотно ли будут смеяться над моими несмешными анекдотами и поддержат ли они меня хотя бы улыбкой? Узнаем прямо сейчас. О, девушка, послушайте, пожалуйста, анекдот. Собралась бабушка к врачу, приходит, а врач тоже бабушка. Ой, девчонки, давайте я вам анекдот прочитаю. Только классный. Корова лезет на дерево. Ворона ей говорит. Корова, ты чего на дерево лезешь? Яблоко хочу поесть. Так это же елка, а у меня не с собой. Потрясающе. С собой. Ой, девчонки, давайте я вам анекдот прочитаю. Я только что прочитала классный. Собралась бабушка к врачу, приходит, а врач тоже бабушка. Класс! Ой, молодой человек, позвольте, я вам анекдот прочитаю. Корова лезет на дерево. Ворона ей говорит. Корова, ты чего на дерево лезешь? Яблоко хочу поесть. Так это же елка, а у меня не с собой. Класс! Ой, девушка, позвольте, я вам анекдот прочитаю. Собралась бабушка к врачу, приходит, а врач тоже бабушка. Потрясающий анекдот. Собралась бабушка к врачу, приходит, а врач тоже бабушка. Класс, да? Смешной. Прямо невеста Орегина Дубовицкая. Я бы уже только с одного хохота её засмеялся. Ещё бы и сам парочку анекдотов рассказал, а то идут все такие хмурые. Подведём итоги нашего эксперимента. Да, были ребята, которые улыбались и смеялись, но делали это только из вежливости. Да, это лучше, чем ничего. Однако, ребята, улыбайтесь и смейтесь, ведь учёные говорят, что это не только полезно для здоровья, но и продлевает жизнь. Ваш экспериментатор Веста Смирнова специально для Альма-Матер. А в это время в Могилёве городскую ратушу собрали по кусочкам. В областном центре впервые состоялся турнир по сбору паззлов. 20 команд, 60 участников, студентов и море картонных элементов. Все подробности в сюжете. Собрать паззл задача вроде бы простая, но когда это надо сделать на скорость, а именно 120 элементов собрать за 15 секунд. Тут надо быть максимально собранным. Но азарт – дело такое. Тут у паззломанов и руки трясутся, и нервы сдают. Быстрее, быстрее, не успеваем. За считанные мгновения из мелких цветных паззлов на столах участников появляются городская ратуша, буйническое поле и карта Беларуси. Вообще, я сам люблю собирать паззлы и мечтал, в принципе, на Новый год купить себе картину «Моно Лиза», но не сложилось. Какой формат? Это сколько элементов? Ну, около трех с половиной тысяч. Я это очень люблю. Настольная игра превратилась в соревнование с настоящим спортивным азартом. Львы, амурчики, оптимисты, так называются команды, внимательно всматриваются в мелкие элементы, примеряют их в картине, торопятся. Тут говорят, если тратишь на поиски одной детальки 15 секунд, лучше начинать искать другую. Только тогда есть шанс успеть собрать картинку быстрее соперников. У нас есть своя стратегия. Денис у нас собирает ободок картинки, Диана собирает у нас свой цвет, у нее красный цвет, и Саша собирает у нас свой цвет, у нее зеленый цвет. В перерывах сборная соперничают в конкурсе капитанов и проверяют знания истории Могилева в Иридит Лото. По итогам первого тура команда Могилевского государственно-технологического колледжа собрала пазл с видом ратуши за 8 минут 30 секунд. То есть это у нас на сегодняшний день абсолютный рекорд. Победителей ждут дипломы и любимая игра в подарок. А для болельщиков есть своя игровая зона. Здесь пазлы собирают не на скорость, а в удовольствие. Как, получается? Да. Эта игра-головоломка появилась еще в середине 18 века в Англии. Сначала как учебное пособие. У английских студентов было задание собрать географическую карту из разрезанных мелких фрагментов. А спустя два с половиной столетия пазлы стали и детской игрой, и хобби, и поводом, чтобы собраться на такие соревнования. Это была «Альма-Матер» программа «Тех, кто учится во время весенних каникул». Не дави на больное. Увидимся ровно через две недели на «Беларусь-2». Пока! Чао! Субтитры подогнал «Симон»!